Да, я смотрела дома. Очень много было желающих приехать ко мне домой со мной вместе смотреть, имеется в виду канала «Московский». Но до последнего я не знала, может быть, я пойду к дочери, а там маленький ребенок, поэтому никаких посторонних, конечно. Но в результате я смотрела дома одна, а они смотрели у себя. В целом, как тоже смотрели турнир, как переживали за сборную, ну и за Илью, за сына. Нет, ну вы же прекрасно понимаете, что вообще любой матч, даже когда это просто перенство КХЛ, это вызывает всегда очень кучу эмоций, переживаний. А что уж говорить об Олимпиаде. Поэтому, конечно, с таблетками, конечно, с давлением, но ничего, справились. Ну, расскажите ваши первые эмоции. Прозвучал финальный свисток, матч был драматичным, да, немцы до конца сопротивлялись. Ну, матч был очень драматичным, как я бы его назвала валидоловым, потому что мне кажется, что очень много валидола и валерьянки было выпито, поскольку все решилось в 50 секунд. Я думаю, Господь Бог в этот раз был с нами, потому что, ну, нельзя же нас только обижать, но он должен был нам хотя бы Всевышний помочь. Вот он помог. Ну, первая, конечно, хоть была одна, конечно, крики радости, но потом, сами понимаете, слезы, потому что, ну, это невозможно, это уже слезы, которые положительных, от положительных эмоций. А потом начались звонки, потому что первые дозвонились родственники, никто не говорил просто так, все говорили вот так, вот. Поэтому, слушайте, хватит вам реветь. Вы ревете, и я начинаю реветь, вот. Ну, а потом уже, конечно, поздравления, все уже тут началось. Это, вот, меня вчера очень многие спрашивали ощущение, вот вчера у меня было ощущение полного счастья. Так вот, наверное, оно и выглядит, вот это ощущение, оно там редко. И я вчера сыну сказала, что такое у меня было только, когда рождались мои дети и внуки. Пожалуй, вот теперь такое же сильное ощущение было и вчера.